Водная среда. В этой среде воды достаточно и температура меняется меньше, чем температура воздуха. Основная проблема, с которой сталкиваются живые организмы, это недостаток кислорода. Одни организмы, например рыба-форель, могут жить только в воде, богатой кислородом. Другие, например карась, сазан, линь, довольно легко переносят недостаток кислорода в воде. Когда зимой водоемы покрываются толстым льдом, некоторые рыбы могут погибнуть от удушья. Для того, чтобы кислород проникал в воду, во льду пробивают лунки. Вторая проблема, с которой сталкиваются водные обитатели, это недостаток света. Водные растения встречаются только там, где есть свет. Глубже могут жить только животные. У многих рыб, живущих на дне, тело сильно сплющено, а плавники располагаются вдоль боковых краев тела. Многие из них окрашены под цвет грунта, а некоторые, например камбалы, способны менять окраску в зависимости от того, на каком грунте они затаиваются. Хищные донные рыбы, такие как морской черт, зарываются в песок, оставляя над его поверхностью только напоминающий червячка язык. Он-то и служит приманкой для мелких рыбешек, снующих у дна в поисках корма. Одними из самых удивительных морских обитателей являются глубоководные рыбы. Из-за высокого давления, царящего на большой глубине, они приобретают самую невероятную форму тела. У многих обитателей глубин развиваются различные светящиеся органы, помогающие охотиться, узнавать друг друга или защищаться от врагов. Самая заметная особенность многих водных животных, это приспособление для плавания. У рыб, дельфинов и китов, это плавники. У моржей и тюленей, ласты. У бобров, выдр, водоплавающих птиц, лягушек, перепонки между пальцами. У жуков-плавунцов, плавательные ножки.